здравствуйте дорогие моему сердцу красноярцы и мои подписчики на канале youtube голова садовая мой стол конечно не завален я бы хотела большее количество но все-таки некоторое количество пионов я уже купила эта красота небесная не могу пройти мимо совершенно вы знаете вот ну прям болезнь какая-то вы посмотрите это что разве можно быть равнодушным к таким пионом или к таким а может к таким которые не похожи уже на пиона похоже на розы а может быть вот такого цвета травянистый пион кстати сказать не то и не древовидные которым очень тяжело справиться у нас в сибири есть конечно топ браз замечательный просто он трехцветный у него у него белая такая чаша лохматая потом идет желтый пояс а сверху розовый хохол такой болтается он абсолютно вот когда смотришь на него но он необыкновенный я очень люблю цветы и я думаю что многие из вас это любят у меня в коллекции их очень много и вот еще прибавится 7 штук и что хочу сказать когда вы приходите в магазин выбираете посадочный материал вы должны понимать что кроме картинки вы должны посмотреть что там в пакете должны быть естественно хорошие почки проснувшиеся разумеется но пион особенный вот если все растения лилии там флоксы что мы покупаем всевозможные мускари тюльпаны крокусы если они даже проклюнулись то они могут подождать посадки пионы не могут и не надо себе забивать голову что ой да в холодильнике прохладно пусть полежат я их потом взъемлю нет мои девочки вы загубите посадочный материал потому что обратите внимание очень сухой субстрат до почки здесь есть он живой и здоровый но настолько сухая почва что у него никакой возможности образовать корневую систему нет ему он только из корневища будет брать питательные вещества а корни вот это корневище это не корни это не те корни которые его кормят и поют это те которые держат пион имеет одну особенность у него вся корневая система она собрана из корней допустим в этом году выросли мочковатые корни на следующий год они переходят в другое состояние на третий год в третье состояние и все время утолщаются и потом они уже опропевают скажите правильно за меня до становятся пробковыми и нету возможности выпускать мочковатые корни они уже не могут питать растения они уже только знаете как корневище но как мама которая до их потом подкармливает и поет в то время когда вокруг еще не заработала корневая система они уже проснулись по какой-то причине ну корни то им нужны поэтому купив в магазине вот эти замечательные упаковки приходите домой и в срочном порядке ищите либо это коробки из-под двух литровых соков полутора литровых либо это обрезанные бутылки закрытые белой там или черной бумагой и вы их должны посадить нравится вам это или нет и обязательно обработайте их перед посадкой корневином укоренителем но я не знаю в виде бодры в виде там какого-то раствора опрыскивайте опудривайте дайте чуть подсохнуть и отправляйте в свою посадочную емкость которую вы придумаете но посадите обязательно той они очень медленно будут выбрасывать корни и только тогда вы не погубите эти покупки а некоторые из них стоит очень дорого это нужно просто любить чтобы отказаться от мяса и купить себе пион но таких много как я а вот на это посмотрите этот джокер ну разве вообще возможно чтобы природа вот так сделала вот меня все время удивляет ее величие просто а на этом всего доброго и до свидания а